Всем привет! Стало известно, что лидер группы «Машина времени» еще в конце прошлого года сыграл тайную свадьбу с молодой гражданкой Израиля Эйнат Кляен. Но о подробностях церемонии бракосочетания 66-летний молодой муж рассказал только сейчас. Торжественная церемония состоялась в Яфе. Молодая жена уговорила музыканта сыграть свадьбу по всем еврейским традициям, чтобы все было красиво. Новобрачным пришлось пройти церемонию хупа. Однако, как признался Макаревич в интервью еврейскому журналу, для него это не составило труда, перед свадьбой его научили всем ритуалам. Также лидер «Машины времени» рассказал, что не участвовал в организации свадьбы, всем занималась Эйнат. Именно она подбирала интерьер, шеф-поваров, блюда и напитки. Всего на празднике присутствовало не больше 40 человек. Макаревич и Кляен позвали только самых близких московских и израильских друзей. Добавим, что для Кляен это первый брак. А вот Макаревич женится уже в пятый раз. Но, по его словам, свадебная церемония прошла в его жизни впервые. Насыщенная гастрольная жизнь может стать испытанием для молодоженов. Конечно, Макаревич будет рад, если Эйнат захочет сопровождать его, но принуждать ее к этому не станет. Сейчас влюбленные не знают, когда смогут снова встретиться. При этом они продолжают строить планы на будущее. Осенью Макаревич мечтает съездить со второй половинки в Марокко. При этом он хочет и поскорее вернуться к работе, ведь из-за пандемии машине времени пришлось отложить все концерты. Наверное, как только откроют камеры и границы, я вернусь к своей нормальной жизни. Я буду жить в Москве, я буду жить в Израиле, мы будем путешествовать, будем ездить на гастроли, будем ездить нырять, заявил артист. В интервью Макаревич признался, что уже давно не чувствовал себя таким счастливым. Эйнат дарит музыканту самое главное – вдохновение, и за это он никогда не устанет ее благодарить. Будем надеяться, что супруги проживут долгую и счастливую совместную жизнь. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!